Добрый день! Давайте по старой, новой традиции. Сначала тренера гостей с вами опросим. Какие вопросы есть? Сначала от вас какие-то комментарии по игре? Что ожидали от соперника? Что увидели? Что получилось? Что не получилось? Если можно, скажите. По игре могу сказать. Прошу прощения за не очень красивый футбол, но мы здесь виноваты в меньшей степени, потому что Коля не позволял играть в комбинационный футбол. Мы изначально построили игру на двух-трех принципах. Это простая и надежная игра в обороне. Выход из обороны через за счет длинных передач подбора. И козырь фланговая игра, что у нас немножко не получилось. И стандартное положение. В общем-то, у всех этого букета прошло два стандарта. В общем-то, они принесли результат. Что касается команды хозяев, то команды, в общем-то, не производили пищевые аутсайдеры. В общем-то, много новых игроков. Тренерский штаб принялся. Команда мобилизована. Команда, в общем-то, имела трех моментов. Особенно в начале игры, если бы забили в город, сложно было нам отыграться. Но, он произвел очень хорошее впечатление, в общем-то, борьбой. Естественно, еще раз говорю, что качество Коля не позволяло очень сильно видеть способности футболистов. Но, скажем так, мы, может, немножко правильнее сыграли. В каких-то моментах мы долго работали на стандартном положении. Учитывая весенний футбол во второй лиге, как говорится, здесь фактор такой самый серьезный. В общем-то, дай бог, что он не сработает. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Александр Иванович, с игроком, который ушел в споре, похрамывая, с ним все в порядке? Пока не везет, он там тяжелый отравленный? Ну, есть подозрение на стрессе не морского. К сожалению, у нас ведущий зачистник, у нас и так авольный. Так, сейчас, в связи, два игрока пропускало, по карточкам, там, два-три травмировано. У нас обольная такая сегодня запасность, разделся четыре человека, в общем. То есть, конечно, потеря. Спасибо. Перед вами поставлю самую высокую задачу. Самую высокую задачу. Самую высокую задачу, конечно. Не все от нас зависит, мы даже в 10-ти играх. Сокол тоже не оступается, 3-0, Спартак обыдал в Москве. Но будем бороться до конца, обидеться, в общем, нацелить на такой результат. Сергей Александрович, ваши впечатления об игре по традиции? Ну что, первый тайм был такой, я могу сказать, с нашей стороны неплохой. Ну, этот момент, который Свистунов не забил, мог бы определить, конечно, дальнейший ход событий. Ни в чем не уступили, готовы были к атакам факела, знали, что они будут вперед бить на Антипенко и выбегать нападающий по Гребня. В принципе, не допустили моментов у своих ворот, равный первый тайм. Ну, во втором, видно, опять стандарты, мы не говорили, и просматривали, и смотрели. Два стандарта, два гола. В принципе, я считаю, что, конечно, класс игроков факела тут сказался именно на стандартах. Вот к ребятам претензий нет ни по игре, ни по самоотдаче, старались, велись. Ну, ошибки индивидуальные, как говорится, они у всех есть. Ну, такой краткий комментарий. Пожалуйста, вопросы. В матче с «Зенитом» как бы показалось, что Куликов как-то столкнулся с игроком, как бы ошибся. И вот сейчас в одном уголоке какая-то доля была, что какая-то любительность. У нас есть тренер по ватарям, и мы разберемся. Мы разберемся. Может быть, как-то психологически немножко Сергей там надломился. Ну, работаем, работаем. И, видите, у нас еще есть врата. Так что будем разбираться. Наши соперники сказали, что на поле повлиял игра. А как наше поле на нашу группу было? Что-нибудь можете сказать? Ну, что, у соперника весь период игра придет. Примерно такая же игра у нас была, если честно. Мы доставляли мяч вперед, отбор, и повторялись через план, и расшатывали оборудование. Ну, тяжело по такому полю создавать какие-то комбинации. Я думаю, тактика сейчас на таком поле, она такая одна. Видите, соперник укрепен. Принесло результат. Нам чуть не хватило. Пожалуйста, еще вопросы. По поводу пенальти прокомментируйте. То есть показалось с трибун, что возникла какая-то стычка между Тиняном и его... У нас есть пенальтисты, это Элья Спицын, значит. Миша, видно, почувствовал, но, еще раз говорю, тут живой организм, может быть, он бы взял на себя ответственность и забил, но какие? Вот это лотерея, кто-то могло в благодарности своей лотарю сказать, что правился с мячом, убил мяч. Еще вопрос был? Какие коррективы будут внесены в игру на следующий матч? Мы играем на, значит, сейчас на искусственном поле в Рязани. У нас где-то получается более комбинационный футбол. Игра с Ленитом это показала. К сожалению, хромает реализация, знаете, но вы видели, и мы здесь столько моментов создавали. Вот, все-таки один гол выбили. Значит, в коррективе будет более играть в пас, в атакующих футболах. Ну, сейчас, главное, восстановить ребят, тяжелое поле, значит, первый матч по такому полю. Сами не знали, в каком он состоянии, как и соперник, так и для нас оно было. Суприза. Суприза.